Если у вас эректильная дисфункция, и вы попробуете найти потенциальные решения, вы будете в полном замешательстве. Главные стратегии нацелены лишь на то, чтобы не усугублять это состояние. Никто не говорит об исправлении этого состояния. Есть много информации о Виагре, о всяких других решениях, но мы сфокусируемся в большей мере на проблеме, на патофизиологии, на механизме того, как это состояние могло возникнуть. Так мы попробуем понять первопричину, чтобы вы могли решить эту проблему. Многие думают, что причина просто в низком тестостероне, и нужно работать над этим. Но есть те, у кого эректильная дисфункция, а тестостерон в норме, и есть люди с аномально высоким тестостероном и с низким тестостероном, и у них нет эректильной дисфункции. Почему? Тестостерон тоже имеет значение, но есть ещё данные, о которых я хочу рассказать. Одна из самых важных молекул, связанных с эректильной дисфункцией — оксид азота. Оксид азота, НО, наше тело его создаёт, мы получаем его с пищей. По всей видимости, с возрастом уровень оксида азота снижается. К 40 годам его уровень составляет 50%. Оксид азота играет очень важную роль в эрекции. На самом деле, Виагра задействует некоторые пути, используемые оксидом азота. Так что наиболее вероятная причина эректильной дисфункции связана с дефицитом этой молекулы — оксида азота. И сегодня я буду говорить обо всём том, что согласуется с этой теорией. Ведь чем больше данных подтверждают теорию, тем выше вероятность, что она верна. Итак, оксид азота вырабатывается эндотелиальными клетками. Это клетки на внутренней поверхности сосудов. Оксид азота помогает сосудам расширяться. На самом деле он связан с так называемым эндотелиальным фактором релаксации — EFR. Итак, оксид азота помогает расслабиться сосудам, и это увеличивает поток крови. Это связано не только с эрекцией, но и с сердечно-сосудистой и другими системами. То есть при низком уровне оксида азота у человека может быть, например, астма. Так что оксид азота тесно связан с тонусом сосудистой системы, а тонус связан с расширением и сужением сосудов. Оксид азота повышает высвобождение кислорода в крови. Поэтому при нехватке оксида азота человеку трудно дышать. У 79% людей с апноэ во сне есть эректильная дисфункция. Итак, это одна связь. Ещё одна связь — это влияние оксида азота на кортизол. Оксид азота помогает управлять уровнем кортизола — гормона стресса. Доказано, что чем сильнее кто-то встревожен, чем выше у него уровень кортизола, тем выше уровень стресса, и тем сильнее эректильная дисфункция. На самом деле эрекция невозможна, когда доминирует симпатическая нервная система, когда много стресса. Эрекция бывает, когда доминирует парасимпатическая система, мало стресса, когда вы спокойны. Поэтому эрекция бывает, когда мы спим, и доминирует парасимпатическая система, Вот ещё одна интересная связь. Оксид азота сильно влияет на тестикулярные стероиды, то есть он помогает вырабатывать тестостерон. Вот та самая связь между оксидом азота и тестостероном. При низком уровне оксида азота выработка тестостерона, вероятно, снизится. Оксид азота связан и с лютеинизирующим гормоном, который вырабатывается гипофизом и контролирует яички и количества производимого тестостерона. Оксид азота также тесно связан с циклами сна, включая стадию быстрого сна. Это также может быть причиной того, что проблемы со сном, бессонница, апноэ во сне сопровождаются более высоким риском ректильной дисфункции. Кроме того, оксид азота повышает чувствительность к инсулину. Это объясняет, почему у диабетиков, а у них всегда есть инсулинорезистентность, обычно есть и эректильная дисфункция. Подумайте, как высокий уровень сахара влияет на внутреннюю поверхность сосудов. Он разрушает эндотелий, тем самым снижая выработку оксида азота. У тех, кто принимает статины, обычно либо низкий тестостерон, либо повышенный риск эректильной дисфункции. Возможно, это потому, что статины блокируют холестерин, который является прекурсором тестостерона. И теперь главный вопрос в том, как повысить уровень оксида азота. Есть ли натуральный способ это сделать? И ответ — да. Номер один. Можно перейти на так называемое носовое дыхание. Начните дышать носом, а не ртом. По-видимому, это повышает уровень оксида азота. И можно повысить высвобождение кислорода в крови на 20% благодаря дыханию носом. Ведь при дыхании носом сопротивление на 50% больше, чем при дыхании ртом. И, похоже, это повышает поступление оксида азота в лёгкие и в весь организм. И это помогает высвобождать кислород. Кажется, что носом мы вдыхаем меньше воздуха, но кислорода высвобождается больше. Добавьте к этому номер два — регулярные упражнения. Скажем, вы делаете лёгкие упражнения, при которых вы не дышите интенсивно. Если при этом вы дышите носом, у вас повысится уровень оксида азота. К тому же упражнения улучшают состояние эндотелиальных клеток в сосудистой системе, а это, в свою очередь, повышает оксид азота. Можно также получать больше нитратов с пищей, чтобы повысить уровень оксида азота. Вот продукты, богатые нитратами. Свёкла, шпинат, кейл, любая листовая зелень. Все эти продукты богаты нитратами и помогают повысить оксид азота. И, конечно, нужно избегать сахара, поскольку он разрушает внутреннюю поверхность сосудов. Нужно избегать алкоголя, ведь он тоже снижает оксид азота. Также старайтесь избегать стресса, ведь стресс тоже может блокировать оксид азота. И номер пять. Примите меры, чтобы улучшить сон. Это поможет повысить оксид азота. Итак, это пять натуральных средств для противодействия снижению уровня оксида азота, которое происходит с возрастом. Есть ещё одно видео, если вдруг ещё не смотрели. Оно посвящено технике дыхания, и оно имеет отношение к носовому дыханию. Там побольше информации, и это очень важно. Особенно, если вы хотите снизить кортизол, стресс и даже побороть приступы паники. Посмотрите это видео. Вот оно. Субтитры сделал DimaTorzok